За несколько лет в Дагомысе произошло много положительных изменений. Обновлены фасады семи многоэтажных домов, завершилось строительство подземных пешеходных переходов, реконструирован Дом культуры. С этой позитивной нотой началась встреча главы администрации Лазаревского района Сергея Полянского с жителями Дагомыса. Всего собралось около ста человек. Теперь все общественно важные вопросы и проекты перед их реализацией будут решать сообща горожане и чиновники. Есть распоряжение четкое, конкретное нашего мэра, мэра города Сочи Анатолия Николаевича Пахомова, что все программы на территории города Сочи социальной направленности, чтобы они в обязательном порядке рассматривались с участием общественности, получали одобрение, все это фиксировалось, и, конечно же, самое главное, чтобы все эти программы воплощались в жизнь. Главная тема – переселение из аварийного жилья. Ветхий фонд не только портит общий облик города, но и несет в себе угрозу для проживающих в нем людей. Теперь у жителей микрорайона Дагомыс появилась реальная возможность качественно улучшить свои жилищные условия. 500 человек, проживающих в аварийных домах по двум улицам Дагомыса, переселят в новостройки. Для них построят два 17-этажных дома. Жители с восторгом восприняли эту идею. Это красивая пособия. Теперь, получив одобрение людей, к строительству многоэтажек приступят уже в августе. Жильцы смогут въехать в них к концу 2015 года. Создали рабочую группу, которая опросила каждого жильца этих домов. Разобрались детально, какие площади квартир нужны каждой из семей, причем с учетом социальной нормы. Одно-комнатные, двухкомнатные квартиры. Абсолютно львиная доля. Там есть и трех, и четырехкомнатные. Мы планируем и далее построить еще три 17-этажных дома, потому что это отселение может не решить всех проблем. Многие жители курорта ждали свою очередь на получение благоустроенных квартир долгие годы. И начало строительства многоэтажек станет для них лучшим подарком. Вот сейчас народ как бы воспрянул духом, то есть появился свет, что дети, старики, люди будут жить в нормальных условиях, каких и положено. Когда эти трущобы снесут, будут дома нормальные. Только это будет очень-очень хорошо всем. Всем. И жителям, и тем, кто там живет, и рядом, и гостям, кто приезжает. Следующий вопрос – благоустройство придомовых территорий Дагомыса. На встрече представители администрации совместно с жителями расставили приоритеты. На каких улицах произвести ремонт в первую очередь? Это Батумское шоссе. Это мы говорим о покрытии дороги в полном объеме. Эта дорога ведет и к детскому саду номер 122, это социальный объект. Речь идет о асфальтировании дорог по улице Армавирская, 118, ремонт дороги в поликлинике микрорайона Дагомыс. И ямочный ремонт улицы Гайдара от 76-й школы в направлении жилых домов. Благоустройство микрорайона начнется в ближайшее время. Сроки установлены жесткие. Завершить ремонт планируют уже летом. Можно с уверенностью сказать, что с этого момента закладывается новый фундамент обновленного Дагомыса. Такие встречи с жителями микрорайона станут традиционными. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.